С вами вторая часть видео Мани Уикли, еженедельной передачи сайта Игромания.ру. В прошлой части мы рассказали о свежих анонсах и последних событиях. Сегодня вас ждет обзор всего интересного, что произошло за последнюю неделю, лучшие игровые трейлеры, а также главная тема выпуска — запуск Battlefield 3. Обо всем этом в ближайшие минуты. На прошлой неделе состоялся релиз одного из самых ожидаемых проектов нынешней осени — Battlefield 3. Пусть времени прошло совсем немного, уже сейчас можно говорить о триумфе игры. Ее тепло встретили игроки и критики, а издательство Electronic Arts уже отгрузило в магазины более 10 миллионов дисков. И все же, несмотря на очевидный успех, запуск Battlefield 3 прошел не так гладко, как наверняка хотелось бы разработчикам. В первые дни после релиза с проблемами столкнулись владельцы версии для Xbox 360. Многие из них просто не смогли опробовать мультиплеер из-за неработающего онлайн-пасса или ошибок сервиса. Оборудование попросту не справлялось с нагрузкой. Хотя, казалось бы, бета-тест, в котором приняли участие 8 миллионов игроков, должен был предупредить возникновение подобных неприятностей. У тех, кто предпочел приобрести версию для PS3, тоже моментально возник повод для недовольства. Минувшим летом на выставке E3 разработчики заявили, что на Blu-ray диске с игрой покупатели найдут Battlefield 1943, но слово свое не сдержали. Извинившись, EA постарались загладить свою вину перед владельцами PS3, пообещав им ранний доступ ко всем скачиваемым дополнениям для Battlefield 3. С прессой у Electronic Arts тоже вышел досадный казус. Не все издания вовремя получили финальные копии Battlefield 3. Как оказалось, прежде чем разослать диски, EA собирала информацию о людях, которые будут писать рецензии, кто они, насколько любят шутеры, как относятся к сериалу Call of Duty предыдущим частям Battlefield и бета-версии третьей части. Представители издательства уже признали, что зря затеяли эти исследования, и пообещали, что в будущем это не повторится. Кроме того, многие рецензенты раскритиковали одиночную компанию, посчитав, что та заметно уступает многопользовательскому режиму. В результате главе Electronic Arts Джону Рикетелло пришлось объяснять инвесторам компании, предложившим в будущем полностью сосредоточиться исключительно на мультиплеере, что обычно новых игроков к сериалу привлекает именно одиночный режим. Впрочем, все эти досадные проблемы не смогли затмить многочисленных достоинств игры во главе с умопомрачительной графикой. Сейчас просто не существует игр, которые могли бы на равных соперничать с Battlefield 3 в плане видеоряда. Даже консольные версии, несмотря на ограничения, накладываемые устаревшей начинкой PS3 и Xbox 360, выглядят потрясающе. А что уж говорить о картинке, которую выдают PC топовых конфигураций. По словам разработчиков, которым в данном случае сложно не поверить, Battlefield 3 на настройках Ultra показывает, как будут выглядеть игры на следующем поколении консолей. И грех не воспользоваться этой уникальной возможностью заглянуть в будущее. А теперь к другим, не менее интересным событиям, произошедшим в мире видеоигр и не только. Представитель Electronic Arts Джефф Гаммон рассказал, что компания собирается не только перезагрузить франчайз Синди Кейп, но и превратить его в долгоиграющий сериал. Причем, по словам Гаммона, в его рамках вполне может выйти и полноценный ремейк оригинальной стратегии. Весенний взлом PSN обернулся для Sony не только подмоченной репутацией, но и, как бы это парадоксально не звучало, обеспечил сервису приток новых пользователей. Представитель японской корпорации Soitiro Sida в интервью сайту TechRadar отметил, что многие игроки, которые давно забросили PSN, привлеченные сообщениями о взломе, вновь заинтересовались сервисом. И, обнаружив, что он заметно улучшился за последнее время, решили вновь начать им пользоваться. Таким образом, увеличились прибыль отскачиваемых игр и пользовательская база сервисов Music и Video Unlimited. Маркус Персон в интервью Gama Sutra рассказал, что со скепсисом относится к набирающей в последнее время популярность условно-бесплатной модели распространения игр. С точки зрения Персона, она провоцирует разработчиков создавать не столько игры в привычном смысле слова, сколько хитроумные психологические ловушки, в которые затем ловятся миллионы пользователей. В то же время Маркус сам не прочь подзаработать, торгуя дополнительным контентом. И планирует добавить систему микроплатежей в свою новую игру Scrolls. Правда, бесплатной та не будет. Индийская офтальмологическая клиника установила, что видеоигры способствуют лечению амблиопии, известной также как ленивый глаз. По утверждению доктора Сомена Гоша, у значительной части его пациентов, которые по часу в день уделяли видеоиграм, со временем наблюдались заметные улучшения в зрении. Что особенно примечательно, положительная динамика наблюдалась у подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Хотя раньше считалось, что бороться с амблиопией в этом возрасте уже практически бесполезно. Дэвид Джаффе устал от гаду вор в его нынешнем виде. В своем блоге геймдизайнер признался, что еще одну часть по тем же лекалам он делать не хочет. Вот если удастся придумать революционную геймплейную механику, тогда, возможно, он передумает. Джаффе считает, что разработчики сегодня слишком много внимания уделяют кинематографичности своих проектов. И мало непосредственно игровому процессу, который, по мнению Джаффе, должен стоять на первом месте. Геймдизайнер Джеймс Данкан, недавно покинувший студию Lionhead, намеревается возродить интерес игроков к жанру космических симуляторов. Сейчас Данкан работает над игрой для iOS, которая, как он надеется, станет достойной наследницей Elite и TIE Fighter. По мнению дизайнера, эти игры и по сей день остаются эталонами своего жанра, который сегодня совершенно незаслуженно забыт. Один из основателей Rockstar Дэн Хаузер заявил, что для разработчиков мобильных игр слишком часто на первом месте стоит собственный заработок. А о качестве своих проектов они зачастую почти не задумываются. Конечно, Дэн не призывает коллег действовать во вред собственным деловым интересам. В конце концов, бизнес по определению должен приносить прибыль, но считает, что и о творчестве забывать не следует. Он утверждает, что Rockstar выходит на рынок мобильных игр не в погоне за длинным долларом. Ею, как и всегда, движет в первую очередь стремление выпускать высококачественные продукты. Хармоникс, недавно выпустившая Dance Central 2 и приложение для iOS VidRhythm, не забрасывает Rockband. Компания планирует в ближайшее время перезагрузить знаменитую серию. При этом, внеся в привычный игровой процесс множество кардинальных изменений. Правда, какие именно перемены ожидают Rockband, представители студии говорить пока отказываются. Ubisoft зарегистрировала несколько доменов, указывающих на название новой части Rainbow Six. По всей видимости, продолжение серии тактических шутеров, слухи о котором появлялись на протяжении всего года, получит подзаголовок Patriots. Полноценный анонс игры ожидается в ноябрьском выпуске журнала Xbox World. За неделю выходит масса трейлеров и дневников разработчиков. Мы отбираем самые лучшие, чтобы вы знали, что стоит посмотреть на этой неделе. В очередном дневнике разработчиков BioShock Infinite актеры, озвучивающие протагонистов игры Букера и Элизабет, представляют нам своих героев. Глава же Irrational Games Кен Левин отмечает, что взаимоотношения между персонажами станут одним из ключевых элементов в BioShock Infinite. О симуляторе боевого робота Steel Battalion Heavy Armor, заточенном под контроллер Kinect, за год, прошедшие со времен анонса, практически не поступало новой информации. И вот, наконец, Capcom обнародовала демонстрацию геймплея игры. Выглядит Steel Battalion недурно. И, учитывая слабую конкуренцию в жанре, проект вполне может ожидать светлое будущее. Конечно, если разработчикам удастся сделать управление удобным и интуитивным. Премьера дебютного ролика GTA V состоялась. Но из него можно с уверенностью судить лишь о месте действия. Это Лос-Сантос, прототипом которого стал современный Лос-Анджелес. Окрестности, как выяснилось, тоже попадут на игровую карту. Но об остальном приходится только догадываться. Главным героем, возможно, будет постаревший Томми Версетти из Vice City. А может быть, героев будет несколько. Это еще неизвестно. Не объявили Rockstar ни дату выхода, ни платформы. А вообще не совсем понятно, зачем нужна еще одна номерная Grand Theft Auto на этом поколении консолей. В пятой части хотелось какого-то прорыва. Хотя бы технологического. Но, возможно, у Rockstar что-то припасено. И они просто не хотят раскрывать все карты. Bethesda подогревает ожидание The Elder Scrolls V Skyrim, очередным зрелищным и атмосферным трейлером. На этот раз с живыми актерами. Вокруг все полыхает. Жители безымянного городка в ужасе спасаются от нападения дракона. И только наш герой готов с ним сразиться. Смотрите в третьей части Видеомании Уикли. Во что поиграть на этой неделе? Чего ждать на следующей? И во что играет весь мир? Вас ждут обзоры новых релизов и топы продаж. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...